Вот так выглядит последняя капля, которая переполняет чашу терпения. Окно в первом подъезде дома 10 по 14 проезду неизвестные разбили в начале декабря. 6 числа жители подали заявку в дом управления с просьбой стекло восстановить. А воз и ныне там, а точнее огромная дыра, в которой задувает ветер и метет снег. Звоню мастеру, мастер сказала, вставить нет возможности. Рама старая, надо менять раму. Я ей сказала, меняйте раму, пока на улице тепло. И до сих пор, видите, никаких сдвигов нет. А уже со среды передают заморозки. Ждать заморозков Флюра Залаева не намерена. В ее квартире живут две маленькие внучки. И из подъезда, говорит женщина, теперь дует, будь здоров. Но с другой стороны, должно ли разбитое стекло быть поводом для выезда целой съемочной группы? Казалось бы, дело-то житейское. А вот и нет. Жалобы на бездействие управляющих компаний в нашу редакцию поступают ежедневно. То трубу годами не могут нарастить, то мизерную дырку в крыше латают бесконечно, то подъезд отремонтируют хором на смех. Вот и здесь жители жалуются на подъезд. Ремонта не было никогда. Перед людьми стыдно. Ну, конечно, вот врача вызовешь. Конечно, приходит. Если у людей там с жильем все в порядке, к нам придут вот такое вот безобразие. В двух подъездах типичная малосемейка. Без кухонь. В третьем была перепланировка. Там и площадь больше, и трапезная у каждого своя. На неказистый ремонт минимум одного подъезда деньги есть, утверждают жители. Но инфляция и их съезд. Мы не можем набрать кворол. Понимаете, у нас тот подъезд перекрывает по площади эти два подъезда. И у нас в этих двух подъездах еще, наверное, квартиры 10 муниципальных. То есть, не собственники жилья там живут. И некоторые квартиры живут квартиранты. Квартиранты. Они тоже, как говорится, за хозяев не отвечают. Недостроенный дом для переселенцев в Савино губернатор Станислав Воскресенский назвал памятником импотенции власти. Разбитые окна и убогие подъезды в Иванове – это тоже своего рода памятник бессилию. Домом управляет организация МУК-5. До руководителя Татьяны Фифиловой мы дозвонились. Ситуацию с разбитым окном она обещала прояснить и сообщить нам, в чем там дело. И не перезвонила. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.